Всем привет, вы находитесь на канале компьютерные радости и сегодня я вам хочу показать как правильно настроить Яндекс браузер. Когда мы запускаем браузер у нас открывается вот такое окно и теперь нам необходимо нажать на вот этот вот крестик в левом верхнем углу. Нажимаем сюда и Яндекс браузер у нас открывается вот в таком виде. Теперь где у нас находится настройки Яндекс браузера. Вот здесь вот вверху у нас находятся три полоски и как видите я навел мышку и написано настройки Яндекс браузера. Нажимаем сюда, вот как видите здесь есть шестеренка и надпись настройки, нажимаем сюда. У нас открывается вот такое окно с настройками Яндекс браузера и первая строка у нас идет сделать Яндекс браузером основным. В нем будут открываться ссылки из мессенджеров, почтовых клиентов и других программ. Мне не надо, у меня гугл хром установлен по умолчанию, поэтому я оставляю все так. Теперь давайте разберемся с общими настройками. Пользователь Вадим, то есть это я. Для этого необходимо вам зарегистрироваться на Яндексе. У меня есть это видео, если хотите нажмите и посмотрите. Теперь нажимаем допустим настроить и как видите здесь можно сменить аватарку, имя и нажать сохранить. Мне это не надо, поэтому нажимаю отмена. Также можете удалить или добавить пользователя. Настройки синхронизации. Давайте нажмем сюда и как мы видим у нас здесь, что синхронизируют, закладки, табло, пароли, расширение, истории открытой вкладки, данные автозаполнения и настройки. У меня уже браузер Яндекс синхронизирован, поэтому я возвращаюсь назад, нажимаю вот на эту стрелку. Импортировать данные. Здесь можно импортировать из гугла хром, выбрать другой браузер, который вы хотите и импортировать оттуда все, что вот здесь вот перечислено. Можете нажать перенести, мне это не надо и опять нажимаю отмена. Восстановить табло, что это такое. Нажимаем сюда и здесь у нас те картинки, которые я уже использовал в этом браузере. Можно их восстановить, мне это тоже не надо. Теперь следующий пункт поиск. Показывать подсказки при наборе адресов и запросов. Что это такое. Допустим если вы набираете что-то, например Яндекс и как видите здесь идут подсказки. Вот если снять эту галочку, то вот этих подсказок не будет, но это неудобно, поэтому я эту галочку оставляю. Показывать в умной строке поисковые запросы при поиске на сайте. Я тоже оставлю эту галочку, так мне удобнее пользоваться на сайте. Предлагать исправление при опечатках в адресах сайтов. Я тоже оставлю, если вы допустим сделали ошибку, то ничего страшного он исправит. Заранее запрашивать данные о страницах, чтобы быстрее их загружать. Это как раз таки файлы куки. То есть благодаря тому, что куки сохраняются, сайты потом быстрее у вас загружаются при повторном открытии. Настройки поисковой системы. Нажимаем сюда и здесь можете выбрать ту поисковую систему, которая вам больше нравится, больше подходит. Мне не надо, я оставляю Яндекс. На этом мы разобрались с общими настройками. В принципе можете просто сделать как у меня. Теперь интерфейс. Можно в принципе нажать интерфейс и вот сразу видите инструменты, сайты, системные. Очень легко, быстро переходить к тем пунктам настройки, которые вам нужны. Сейчас давайте разберемся с пунктом интерфейс. Общее, показывать кнопку Яндекс. Если здесь снять галочку, как видите кнопочка я пропала, если поставить она опять появилась. Для чего эта кнопочка, если вы сюда нажмете, вы сразу же перейдете на стартовую страницу Яндекса. Так это мы закрываем, назад возвращаемся. Теперь следующий пункт, показывать на панели инструменту, кнопку быстрого доступа к паролям и картам. Вот смотрите, если я ставлю галочку вот здесь вот. Как видите здесь появился вот такой ключик, менеджер паролей. Если сюда нажать, то сразу же откроется окно с нашими паролями, что в принципе удобно, поэтому я эту галочку оставляю. Показывать обучающие подсказки. Я тоже эту галочку оставляю, если вы куда-то наводите мышку, то вам вот такая вот идет подсказка в виде текста, что это такое. Очень удобно. Показывать виджет синхронизации в меню. Я даже не знаю, что это такое, поэтому вам не скажу. Показывать системный плеер при нажатии клавиш для управления медиа. Я в принципе не смотрю и не слушаю музыку, поэтому эту галочку я не буду ставить. Цветовая схема, тут можно выбрать цвета браузера, то есть вот здесь видите у меня вверху зеленый цвет, у меня прозрачный выбран, вот этот вот. Можете поставить светлую, темную или цветную тему, любую, которую вы хотите. Вот допустим, если нажать на, давайте на розовый, видите розовый появился. Но мне это не надо, если вы выбираете темную тему, то можно поставить вот здесь галочку. Использовать темные фоны с темной темы браузера. То есть если у вас темный выбран браузер, то и фон будет у вас темный. Теперь по вкладкам, новая вкладка отображать анимационный фон с высоком разрешении. То есть если у вас стоит картинка вот здесь вот анимация какая-то, чтобы она отображалась у вас в высоком разрешении. Показывать в новой вкладке новости, погоду и пробки. То есть если мы откроем вот сейчас браузер и как видите здесь у нас погода и другая информация. Если эту галочку убрать, то у нас пропадает и погода и всякие вот эти вот новости, которые здесь были. В принципе мы их убрали. Если кому-то так удобно, пожалуйста можете ее убрать или поставить. Это уже на ваше усмотрение. Я же именно вот эту вкладку оставлю, так как мне очень важна погода. Показывать ленту рекомендаций Яндекс Дзен. Если опять же обратите внимание, вот здесь вот у нас идет рекомендация Яндекс Дзен. То есть если мы уберем и вот эту галочку и вот эту и откроем браузер, как видите здесь все чисто остаются только вкладки по нашим сайтам, которые мы сами выбрали. Очень удобно. В принципе тут уже на ваше как говорится усмотрение. Настройки информеров справа. Что это такое? Давайте сейчас разберемся. Вот это вот правая панель, которая у нас и называется информером справа. Вот то, что у нас здесь отображается и вот как видите настроить виджеты, даже здесь появляется строка. Теперь смотрите, если мы сюда нажмем, у нас появляется вот такое окно и здесь можно выбрать те пункты, которые мы хотим видеть. Можно в принципе что-то вот оповещение МЧС допустим убрать. Открываем, как видите у меня исчезло. Вот так вот здесь можно настроить под себя то, что вы хотите видеть вот в этой панели справа. Переходим дальше, для этого нажимаем вот на эту стрелочку и возвращаемся назад. Настройки рекламы, мне это не надо, поэтому переходим сразу далее. Вкладки ограничить минимальную ширину вкладки. Если здесь поставить галочку, то мы ограничим минимальную ширину вкладки. Ну в принципе мне не надо, поэтому я уберу эту галочку. Показывать миниатюры вкладок при наведении. Что это за галочка? Что это за пункт? Вот обратите внимание, я открыл специально на youtube. Если я навожу на нее мышку, на эту вкладку, то у меня появляется вот такое окно. Если я сниму эту галочку, наводим на youtube и как видите, это окно у нас не открылось. Я оставлю, мне так будет удобнее. Не дублировать вкладки при переходе из внешних приложений. То есть чтобы у вас здесь не было одинаковых вкладок, для этого ставится вот эта галочка. Я ее поставлю. При закрытии вкладки переходить к предыдущей активной вкладке. Ну в принципе если какую-то вкладку закрыл, меня перебросить на ту, которая была перед этим открыта, мне это не надо, поэтому галочку здесь не буду ставить. При запуске браузера открывать ранее открытые вкладки. То есть если вы закрыли браузер с открытой какой-то вкладкой, допустим youtube, то при запуске браузера у вас откроется youtube. Открывать яндекс, если нет вкладок. Открывать новую вкладку вместе с восстановленными, тоже стоит галочка. Ну пусть я так все это оставлю. Настройки внешнего вида вкладок. Нажимаем сюда и здесь можно выбрать, ну допустим вот это вот, если я поставлю, как видите у нас вкладки становятся вот такого вот рисунка, такие изогнутые. В принципе мне без разницы, я на это вообще не обращаю внимание. Умная строка. Показывать кнопки копировать и поделиться. Что это такое умная строка. Это тот же самый вот здесь вот вверху поисковик. Вот как видите, если я нажал сюда у нас появилась копировать и поделиться. В принципе тут интуитивно понятно. Показывать кнопку включения режима чтения. В общем по умной строке я все галочки оставляю. Вы же уже решите как вам удобнее. Показывать панель закладок. Если сюда поставить галочку, вот появилась панель закладок. Я и никогда не пользуюсь она мне не нужна. Боковая панель. Показывать боковую панель. На новой вкладке всегда на сайтах при наведении на левую границу. То есть обратите внимание, если я мышку довожу до левой границы, у нас появляется вот такая вот панель. Показывать окно заметок поверх других окон. Мне это не надо, я галочку снял. Инструменты. Автозаполнение. Предлагать автозаполнение в форм. Сохраненные данные. Это когда вы допустим где-то регистрируетесь, вам предлагается сохранить пароль, логин. В общем оставляйте эту галочку обязательно. Блокировка рекламы. Блокировать рекламу, мешающую просмотру страниц. В принципе можете оставить, можете убрать тут уже на ваше усмотрение. Заблокированная реклама можете посмотреть список сайтов, исключений можете добавить если хотите. Голосовой помощник Алиса. Включить голосовую активацию фразы Алиса. Вот как видите я произнес Алиса и у меня тут сразу же появилась Алиса помощник. Вот здесь вот она находится в левой панели. Если нажать левой кнопкой мыши по пустому месту она исчезнет. Жесты мыши включить или не включать. Вот здесь вот я не знаю, если включить и тут вот давайте нажмем настройки жестов и тут вот видите переход к следующей странице надо сделать вот так вот мышкой. Возврат к предыдущей странице вот такое движение надо сделать мышкой. Мне это очень неудобно, поэтому я здесь галочку не ставлю. Загруженные файлы всегда спрашивать куда сохранять файлы. Если вы здесь поставите галочку, то вам всегда будет предлагаться куда сохранить скачанный вами файл. А если как у меня вот тут стоит галочка сохранить в загрузке, то в принципе мне так больше удобно, я потом уже так привык просто-напросто. Показывать уведомление об окончании загрузок. Тоже в принципе галочку я оставляю предупреждать, если файл уже скачен. Тоже оставляю галочку. Контекстное меню. При выделении текста показывать кнопки найти и копировать. Показывать кнопку в заметке. Очень удобно и поэтому я здесь оставляю галочки. Показывать компактное меню. Здесь галочку снимаем. Режим активного курсора. Нет, не буду я здесь ставить галочку, мне это не надо. Дальше переводчик. Предлагать перевести страницы, язык которых отличается от языка интерфейса. У меня язык интерфейса русский, если будет какая-то страница, мне попадется на английском, то мне предложатся перевести. Я оставляю здесь галочку. Ну и также в принципе вот здесь вот я все галочки оставляю. Это все связано с переводом. Просмотр видео поверх других вкладок и программ. Показывать на видеороликах кнопку для выноса видео. Оставляем автоматически открывать видео в отдельном окне. Тоже оставляем. Просмотр файлов. Открывать в браузере pdf файлы. Оставляем тоже галочку, это очень удобно, прочитывать какие-то документы. Открывать файлы офисных форматов в браузере. Для этого они загружаются на Яндекс диск. То есть сначала эти форматы загружаются в Яндекс диск, а потом их можно будет читать. Мне это не надо, поэтому здесь галочка снята. Поиск на странице. Если ничего не нашлось искать набранный запрос в другой раскладке. В принципе оставляем. И Яндекс коллекции. Показывать кнопку коллекции справа от вкладок. Если сюда нажать и снять галочку, как видите вот она у нас находится вверху Яндекс коллекции. Но я и никогда не пользовался и в принципе мне без разницы есть эта кнопочка или нет. Поэтому переходим к следующему разделу сайты. Сайты запросы на отправку уведомления. Настраивайте запросы от сайтов, которые хотят отправлять вам браузерные уведомления. Показывать запросы на отправку рекомендуется. Я оставлю эту галочку. Уведомления. Управляйте своими подписками на уведомления в браузере. Тут можно их легко настроить. Шрифт. Здесь можно настроить шрифт, который вам больше подходит, который вы лучше видите. Вот здесь можно настроить масштаб страницы. Здесь можно изменить на какой-то другой масштаб. Сделать больше, меньше. Тут уже опять на ваше усмотрение. Расширенные настройки сайтов. Я оставлю все по умолчанию там. Системные. Открывать окна браузера вместе с запуском Windows. Как видите у меня стоит никогда. То есть когда вы включаете, запускаете свой компьютер, у вас сразу же открывается поверх всех окон браузер Яндекс. Мне это не надо, поэтому я поставил никогда. Разрешите открывать в Яндекс браузере ссылки на сервисы Яндекса. Сеть тут вот просто я оставлю также как здесь есть по умолчанию. Производительность. Разрешать приложением работать в фоновом режиме после закрытия браузера. Здесь снята галочка, это будет грузить в вашу систему. Использовать аппаратное ускорение, если возможно. Оставляем галочку. Так будет браузер быстрее работать. Оптимизировать изображение для экономии оперативной памяти. Ну в принципе если у вас памяти мало, то поставьте галочку. У меня хватает, поэтому я не ставлю галочку. Выгружать из памяти неиспользованные вкладки. Да, у меня стоит галочка. Пускай так и остается. Обновлять браузер, даже если он не запущен. Стоит галочка. Да, пускай так и будет. Ну и здесь очистить историю, настройки языка и региона, настройки персональных данных и сбросить все настройки. Ну в принципе на этом вся настройка Яндекс браузера у меня завершена. Давайте сейчас покажу. В итоге у нас вот так вот теперь выглядит Яндекс браузер. Нет у нас здесь ни погоды, ни новостей, ни Яндекс дзена, что очень удобно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.